Как я уже говорил, сегодня у нас планов громадьё. Я надеюсь, что мы успеем всё. Если не успеем, догоним на семинаре, потому что в основном там практические вещи. Что касается вещей теоретических, это как раз тот кусок, который я в прошлой лекции не досказал. Мы с вами уже знаем, что файловые системы в своей логической постасе, мы помним, что у файловых систем есть два определения. С одной стороны, это как мы внутри на диске файлы храним, где какие блоки, где какие метаданные и так далее. А с другой стороны, файловые системы — это такое дерево. И мы уже знаем, что в файловой системе могут храниться не только файлы и каталоги, но и всякие другие интересные файловые объекты. Например, символные ссылки, на которые у нас был практикум. Например, устройства, которые отличаются тем, что у них есть имя, их можно открывать, мы это делали на практикуме, но вместо размера у них там указывается какой-то идентификатор устройства. То есть это такие файлоподобные объекты, с которыми можно работать как с файлами. Возможно, я не сказал, может быть, стоит сказать, что еще с устройствами можно работать не только как с файлами, но и как с устройствами с помощью системного вызова и ОЦТЛ. В народе он называется йогтл. Значит, почему я об этом сейчас говорю? Потому что не факт, что нам хватит времени поработать со специфическими ОЦТЛами. Обратите внимание, что у системного вызова и ОЦТЛ, а расшифровывается это, естественно, как input-output-control, единственный обязательный параметр — это, собственно, дескриптор файла, открытого на устройстве. А вот дальше у него параметры разные. В зависимости от того, какое устройство и какой именно запрос на ОЦТЛ вы делаете, параметры могут быть самые разные, и количество их разное, и структурка может быть разная. Вот. Короче говоря, все, что нельзя уложить в стандартное чтение, запись открыть-закрыть, вы можете сделать с ОЦТЛ. Например, настраивать параметры устройства. Довольно типичный пример, до которого, если хватит нам времени, мы дойдем, это настройки терминала. Помните командочку, которая управляет управляющими символами, которая называется stty. stty.y. Вот. stty.y. минус a. Помните, мы на нее смотрели, потому что с помощью нее можно переопределить конец файла, который сейчас определен как Ctrl D, и два сигнала убийства процесса. SIGINT и SIGQUID. Нет, SIGQUID. Вот. Один из них можно обработать обработчиком сигналом, другой нельзя. Вот сейчас это вот такие настройки. Кстати, клавишу забой можно приопределить, чтобы, значит, не Ctrl H, в смысле, не бэкспейс был забой, а кто-то другой. Ну и так дальше. Вот. По большей части, на самом деле, обращение к утилите stty.y. Это вызов соответствующего и у КТЛа над устройством, которое в данный момент является нашим стадиным, то есть над терминалом. Помните, мы смотрели, вот я не помню, это было на семинаре или на лекции. Если на семинаре, то давайте я покажу это на лекции. Смотрите. Вот мы, допустим, запустили программу КЭТ, которая читается стандартного вывода и пишется на стандартный вывод. И где-нибудь в соседнем окошечке, где наше соседнее окошечко? Вот здесь наше соседнее окошечко. Где-нибудь в соседнем окошечке мы можем посмотреть, посмотреть, какой идентификатор процесса, у процесса под названием КЭТ, вот, и в файловой системе слэш-проц увидеть всякие интересные параметры этого процесса. В частности, в каталоге FD будут лежать внезапно файлы с именем 0.1.2, если присмотреться, это не файлы, а символьные ссылки, которые ссылаются на настоящие файлы, являющиеся стандартным вводом, стандартным вводом и стандартным вводом ошибок для данного процесса. И в данном случае, видите, они все ходят к какому-то волшебному устройству, которое называется DEVPTS2. Вот. Это и есть эмулятор терминала. Вот. Это символьное устройство. Вот если мы скажем L большое, то он нам покажет, он пойдет по этой символной ссылке и покажет нам настоящие права на это устройство. Вот. Это, видите, побайтовое устройство, у которого, видите, вместо размера, как это полагается для устройства, 2 это, так сказать, номер драйвера, а 136 это, так сказать, номер устройства в драйвере. Вот. А, нет, наоборот. Вот это номер устройства, это номер драйвера. Да? Вот он совпадает с этой двойкой. В смысле номер. Вот. Соответственно, так называемый мейджер и майнер номер. Вот. Это я все к чему? Это я к тому, что STTY, который мы сейчас видели, как раз и управляет вот этим вот устройством, DEVPTS2. И обращается к нему с помощью йогутов. Раз уж пошла такая пьянка, давайте я еще поясню про перенаправление ввода-вывода, которое будет на самом деле совершенно просто выглядеть. И мы сегодня это еще раз увидим в конце лекции, я надеюсь. Если мы запустим CAD с перенаправлением вывода, то мы внезапно в соответствующих параметрах процесса 84, да, 84, увидим, что стандартный вывод этой, только L большой надо убрать, стандартный вывод этой программы запущенной перенаправлен в тот самый файл, в котором мы его тут перенаправили. Да, конечно. Почему так сильно поменялся в номере процессов? Потому что за это время умудрилось запуститься 80 процессов. А, они всегда? 76. Они всегда повзрастающие, да? Да, конечно. Ну, вернее, не так. Они не всегда повзрастающие. Они, там такой кольцевой буфер. Они идут всегда повзрастающие, когда максимальный номер процесса внезапно превысится, они начинаются сначала. Вот. И дальше там выбирают свободный. Вот. То есть, ну, я довольно много процессов успел запустить же за это время. Потом, по всей видимости, графическое окружение не дремало. Вот оно, знаете, например, мне вывесило полотенце, что у меня осталось 300 мегабайтов свободных, и, наверное, это мало. Вот. Я ему скажу игнор, но, в принципе, это мало, потому что у нас по 100 мегабайтов за каждую лекцию набегает. Надо будет увеличить. Там есть еще Windows, надо будет от Windows отрезать немножко. И к Linux прирезать. Вот. Значит, ну и со всеми остальными делами точно так же. Да, если мы перенаправим стандартный вывод ошибок, здесь будет указано, в какой файл мы его перенаправили. А если мы перенаправим ввод, то здесь будет указано, из какого файла мы вводим. Такие дела. Значит, так вот, не надо сделать так, надо этот терминальчик вот так вот сделать, чтобы он нам не мешал. Я его случайно закрою, и у нас записи становятся. Такие дела. И Octal. И вот STL — это управление устройствами. Если нам нужно что-то сделать с устройством, которое мы открыли с помощью файла операции Open, но нам недостаточно одних только файловых операций. Это какие-то команды этому устройству. Особая, как это сказать, особая изюминка сегодняшнего разговора — это так называемые каналы, они же FIFO. Пайпс. Пайпс — это такой трубопровод. Мы с вами на самом деле пайпами пользовались, безымянными, когда делали что-то такое вот. Мы сегодня посмотрим, как на самом деле ведет себя shell, то есть оболочка, когда мы запускаем две утилиты и объединяем их с помощью трубопровода. Стандартный ввод одной, переключаем на стандартный ввод другой. Это, собственно, тема сегодняшней лекции, но мы еще не добрались до этого. В данном случае создался временный неименованный пайп, то есть дескрипторы от него есть, а имени у него нет. Помните, мы об этом говорили в прошлый раз, но тогда мы говорили про временные файлы, которые дескрипторы есть, а имени нет. Закрываешь файл, и все. И здесь то же самое. Значит, закрылся канал, и все. Но вы можете создать постоянный канал с помощью программочки mk.fifo. fifo. Вот. Обратите внимание, что этот файл имеет особый тип, тип P, pipe. Сейчас я расскажу, что это такое. Вы сейчас все увидите. Вот, значит, что такое pipe? P, pipe — это такое отверстие, через которое две программы могут в одну сторону друг с другом разговаривать. Одна программа туда пишет, а другая тут читает. Вот. Какая-то самая, такая коммуникационная труба. Только она однонаправленная. Вот. То есть кто-то ее открывает на чтение, кто-то на запись. Сейчас я покажу просто. Смотрите, вот мы откроем сейчас терминальчик, еще один. Значит, давайте мы просто попробуем воспользоваться этим каналом. Напишем какую-нибудь... Вот у нас есть команда date. Давайте мы этот date... Давайте мы этот date в этот канал запишем. Обратите внимание, что операция блокирующая, поскольку с той стороны никто ничего не прочитал. Date туда операцию write выполнил и ждет, пока, значит, кто-то с той стороны прочитает. А мы сейчас и прочитаем. Смотрите. Ну, давайте ради прикола даже перенаправим вот так. Смотрите. Мы эти данные прочли из пайпа и на этом файл операция закончилась. Date свое действие прекратил. Мы можем даже делать это так сказать слегка синхронно. Вот. Да, да. Ну, вот смотрите. Вот мы запустили какую-то запись в этот канал, а теперь мы оттуда читаем. Вот мы прочли. Что? Если второй раз прочитаем. А он скажет, что туда ничего не записали еще. Теперь обратная ситуация. Вот мы сюда запишем, а тут он прочитал. То есть мы забираем данные? Да, да, да. Один процесс пишет туда, другой оттуда читает. Более того, мы можем даже сказать вот так вот. Здесь все время что-то писать, а здесь все время что-то читать. Смотрите. Здесь пишем. А, сейчас я сделаю поменьше тогда, чтобы было видно. Вот здесь вот пишем. А если у нас несколько программ, которые мы уже сейчас проверим? Нет, так не бывает. Только две. А здесь вот в это время, видите, оно... Вот сейчас как-нибудь так сделано, чтобы было видно. Ну вот. Сейчас я здесь скажу Ctrl D, и эта операция остановится. Примерно такая картина. Все программы этим пользуются. А как иначе вы образуете канал между двумя программами? Только так. Короче, мы сегодня будем на практике ровно это и делать. Прямо вот ровно это и делать. Пример программы, которая так делает, это Shell. Как вы думаете, как работает вот такая команда? Она организует пайп, запускает два процесса, один из которых пишет в этот пайп, а другой читает оттуда. А как иначе? Другое дело, что этот пайп неименованный. В данном случае мы его создали, а так он будет только в виде дескриптора доступен. Но это, в общем, небольшая разница. То есть, у него есть имя файл с системой или нет, внутри процесса дескриптор визин писать можно, читать можно, всем хорошо. Эти пайпы можно использовать вне терминала? Да, конечно. Это просто объект файла системы. Вы же файлы можете использовать вне терминала? Я просто показал утилиту, которая удобно это делает. МКФО и бла-бла-бла. Но вы можете писать программу, ну, собственно, так оно и делается. Смотрите, если вы вообще хотите какой-то между процессами основать взаимодействие по передаче данных, у вас не так много опций. Вы можете посылать сигналы, о которых мы еще не говорили. Но сигнал это такое сообщение, состоящее исключительно из номера сообщения. Ну, сигнал номер столько-то означает, возникла ситуация такая-то. Вы можете складывать файл и читать из файла, но это медленно, непонятно, а главное, не синхронно. Вы положили файл, пришел злобный человек, удалил этот файл, положил на место другой, потом программа прочла, а там уже, значит, подмена, подмена. Вот. Вы можете воспользоваться каким-нибудь прикладным сервисом, который доставляет различные сообщения. Такой тоже есть. И если хватит нам времени, мы до него доберемся в конце всего. Но это сложная штука, оно прикладное, его может не быть. Это не свойство операционной системы, скажем так, не свойство ядра, это такой приложенец. Вы можете по сети передавать, но по сети там асинхронно связь нужно устанавливать, сложная штука. Вот. И это простейший способ межпроцессного взаимодействия. И наличие вот такой простой конструкции в Шелле должно наводить на мысль, что если вы работаете с командным интерфейсом операционной системы, то есть используете утилиты и обработку текстов, то это, пожалуй, один из главных инструментов по взаимодействию между программами. То есть, если у вас парадигма такая, что весь вывод текстовый, и вы этот текст можете обработать, то вот оно все перед вами. Значит, наверное, я отдельно сделаю лекцию по обработке текстов, она уже типа на тему четвертого модуля, но так получилось, что мы эти модули объединяем. Нельзя рассказывать только про системные вызовы, не рассказывать про утилиты и наоборот. Поэтому мы сейчас посмотрели про МКФИФО, а потом посмотрим, как сделать этот пайп из Си. Такие дела. Значит, а вот, кстати, и как сделать этот пайп из Си. Опять-таки, я называю это системным вызовом, хотя в действительности системный вызов более сложная штука, а это обертка, которую делает исполняющая система Си, то есть библиотека Эллипси, вокруг этого системного вызова. Выглядит он чертовски просто. Значит, есть массивчик из двух целых чисел, который называют, который, в котором лежат два дескриптора. Дескриптор на записи, дескриптор на чтении. И функция пайп заполняет этот массивчик. Все. Как здесь написано, на некоторых операционных системах, вернее так, на некоторых архитектурах, в том числе на МИПС, есть системный вызов, который умеет возвращать этот самый массивчик, потому что, как мы с вами помним, АБИ, МИПСовая, позволяет в двух регистрах передавать два значения. Этого вполне хватит, чтобы передать два дескриптора. Вот. Но я пробовал это сделать на Сугоне. Это все, все эти подробности завернуты в единый вот такой вот системный вызов пайп, которому вы якобы передаете этот массивчик, а он якобы его заполняет. Как там в действительности реализовано, я не смотрел. Может быть, он пользуется МИПСовым АБИ и у вас ядро возвращает два значения и макросы их раскладывает по этому массивчику, а может быть, там все это сделано под одним шаблоном, потому что подумаешь, два целых числа это сколько? Это очень немножко байтов 32-х разрядов, да? 64 бит, байта. Не такая уж битая, пардон, 64. Не такая уж большая потеря. Вот. Обратите также внимание на то, что а, нет, все так, вы передаете массивчик, получаете, получаете, этот массивчик заполнен. В этом массивчике, в pipefd, вам приезжают два дескриптора, один на чтение, другой на запись. И вы можете писать в тот, который на запись, и читать оттуда, который на чтение. Вот и все. Кажется, больше ничего интересного здесь нету, за исключением все того же клоэкзека. Сегодня мы попробуем дойти до того места, где он реально нужен или не нужен. Да, вот у вас pipefd, в нем два элемента, это два разных дескриптора, один на чтение, другой на запись. Вы пишете в тот, который на чтение, на запись, и читаете из того, который на чтение. Вот вы туда положили, отсюда вынули. Такая вот дырочка. Я немного не понял, а у архитектур покажена для спеек, да? Да. И это, смотрите внимательно, да, это для других, для архитектур, неравных традиционным, и даже в частности для бипса, это так. Но это внутренняя реализация, внутренняя реализация этого системного вызова на тех архитектурах, где можно за один ретерн вернуть два значения. Например, в мипсе. Потому что в мипсе, помните, есть V0 и V1. Мы с вами будем пользоваться вот этим вариантом функции pipe, потому что в действительности как бы доступна для программиста именно она. Чтобы вызвать системный вызов вот с этим вот хитрым интерфейсом, нужно еще немножко постараться. Значит, если вы хотите вместо pipe заводить FIFO с именем, пользуйтесь системным вызовом к FIFO, который делает ровно то, что делает утилита МКФФО. Точнее, наоборот, эта утилита МКФФО вызывает системный вызов МКФФО. Вот. Чтобы закончить с этой темой, скажу, что в файловой системе бывают еще и другие объекты, в частности, сокеты. Сокет — это совсем отдельная тема, если успеем, мы до нее доберемся. это такие, ну, представьте себе, что у вас есть дырка, в которую вы с одной стороны кладете, а с другой стороны забираете. А теперь берем эту дырку и на две так разделяем. Одна входная дырка, другая выходная. Входную дырку вы налепляете в одном месте, а выходной в другом месте. Соответственно, да, соответственно, вы засылаете, значит, во вход телепорта и в какой-то момент из выхода телепорта вам вываливается. Причем, путем разных механизмов эти два портала можно установить на двух разных компьютерах с помощью, допустим, интернета. Или в рамках одной и той же файловой системы средством операционной системы. То есть типы у сокетов бывают очень разные. Но общая идея именно в этом. Вы туда бросаете и через какое-то время оттуда прилетает, из другой дырки прилетает результат. Обмен с сокетами асинхронный. То есть когда вы доставляете по сети, понятно, вы не знаете, как долго он будет там ехать. Вот эти данные. И сейчас я скажу что-то еще про сокет. Ну и там требуется целая дисциплина. То есть надо вот на стороне принимающей установить так называемую лисенер, который слушает на этом сокете. И если там приходят данные, он дергает специальный обработчик. Ну, короче, это как всякая асинхронная обработка, это более сложная штука. Да. Как и в прошлом ваш вопрос, я не вижу ничего общего. Смотрите, линк файл это что? Имеется в виду символьная ссылка? Символьная ссылка это такое место, где лежит имя файла, настоящая. Если вы имели в виду не символьную ссылку, а жесткую ссылку, то есть имена, несколько имен одного и того же файла. Это несколько имен одного и того же файла. Обращаясь по разным именам, вы попадаете к одним и тем же данным, лежащим на диске. Сокет это такой инструмент пересылки данных более или менее универсальный, например, через интернет. Или не через интернет. У вас есть два совершенно разных дескриптора, причем в отличие от пайпа они двунаправленные, то есть туда можно и писать, и читать. То есть это такой дупло, через который Маша с Дубровским могут обмениваться писемками. Вот. Значит, вы туда пишете, вы оттуда читаете, делаете это все асинхронно и вообще говоря, не заморачивайтесь доставкой этих писемок. Кто там доставляет от одной дырки до другой, вас не волнует. Вам гарантировано, что их доставят. С этими жесткими ссылками, да, когда... Это просто имена... Это то же самое? Да, конечно, нет. Я не вижу общего ничего. В чем вы видите общего между асинхронной доставкой сообщений и двумя именами одного и того же файла? Ну, можно... Самая главная фишка пайпов и сокетов состоит в том, что данные, которые мы пересылаем, вообще говоря, нигде не хранятся. То есть они не хранятся на диске, например. Они, ну, максимум, что делают, находятся в буфере сообщений, когда вы их туда записываете и они там ждут отправки. Вот. Кстати сказать, здесь не написано, а я бы хотел это упомянуть, что если вы очень много напишете в пайп, то в какой-то момент вам скажут, все, у меня буфер переполнился, не пишите больше. То есть пайп небезразмерный. Если с той стороны не организовать своевременную откачку, вы можете записать слишком много и там начинаются разные хитрости. Можете настроить этот пайп таким образом, чтобы у вас операция записи блокировалась, вот как мы это видели, а можете наоборот настроить, чтобы она не блокировалась и вывалилась с ошибкой, типа буфер, вот это все. Короче, это уже тонкости, мы с ними работать не будем. Я про это и говорю, что поскольку она асинхронная, там есть отдельная процедура так называемого лиснера, который просыпается в тот момент, когда туда приходит сообщение. То есть он процесс, который спит на этом ресурсе, а потом поднимается. Как он это делает, мы поговорим потом. Сейчас мы не владеем этим инструментарием. Вот. То есть там действительно не так все просто. И операционные системы заботятся о том, чтобы разбудить этот процесс, когда что-то пришло. Вот. Окей. Мы, кстати, про спит сейчас еще немножко поговорим, если успеем. Я надеюсь, успеем. Так. Еще две темы. Я вот думаю, что я их пропущу в очередной раз. Они слегка в стороне от нашего сегодняшнего разговора. Если нам хватит времени, вот этот кусок я расскажу в конце. Что-то я опасаюсь, что я слишком много болтал, и мы сейчас пройдем мимо главного. Если нет, ну, перенесем на следующий раз небольшая проблема. А процессы. Как ни странно, довольно толково про процессы именно в плане Linux-подобных систем, на самом деле Unix-подобных, написано в Википедии. Нам с вами нужно знать, что. Что процесс это в терминах, так сказать, аппаратных изолированное адресное пространство. Помните, виртуальная память, вот это все. которая управляется планировщиком заданий операционной системы. Помните, значит, вытесняющая многозадачность, поработал квант, ушел в очередь, дошла очередь до него, снова поработал свой квант, и так по кругу. Вот. Ну и со всякими, со всякими плюшками, типа, заснул на вводе-выводе, значит, ушел в очередь сразу. Проснулся из ввода-вывода, попал в очередь поближе к началу, значит, обработался. Вот, планировщик. Для того, чтобы планировщик мог планировать процессы, у каждого процесса имеется уникальный идентификатор, мы его видели, вот когда я приводил примеры с пидофами, вот я говорил, пидоф, пидоф, да, и это, собственно, и есть, вот, вот он, да, это и есть, как узнать, какие идентификаторы процессов имеют процессы под именем CAT. Вот. Нормальная пользовательская утилита, кажется, у нас была, это утилита PS, для того, чтобы посмотреть процессы, связанные с данным терминалом, или PS, PS, скажем, минус EF, чтобы посмотреть все процессы, еще есть EG, по-моему, да, вот это более простая картина, картина, чтобы посмотреть все процессы, вообще запущенные в системе, вот видите, их как много, вот, в частности, у меня открыты три терминала, видите, 0, 1, 2, 4, 4 терминала, 0, 1, 2, 3, и на каждом из них что-то запущено, вот здесь вот, например, на нулевом запущен мой наколенный скрипт, который занимается записью лекции, тут же запущен следующий терминал, вот этот маленький, X-терм, вот он, вот, на первом терминале еще что-то, ну, короче, а, да, вот этот, значит, этот терминал X-терм подключился к PTS-1, это он вот как раз, да, PTS-2 и PTS-3, это вот эти два, вот, ну и всякие, значит, процессы, я, возможно, говорил, что в формате минус EF он более общий, ну, более полный, и там, например, указано, что вот этот вот процесс, который начинается на квадратную скобку, это вообще не программа, запущенная в системе, а кусок ядра, который включен в общую таблицу процессов для того, чтобы можно было, планировщик мог им планировать тоже, значит, поработал, не поработал, вот это все. Вот. Как вы понимаете, утилит PTS, это всего лишь красивое представление, содержимое каталога SlashPros, которое представляет собой виртуальную операционную систему, о, господи, файловую систему, то есть представление в виде файловой системы и файловых объектов каких-то, на самом деле, внутриядерных информаций, в данном случае это таблица процессов и еще кое-что. Вот. Вот в этом самом выводе PTS минус EF мы видим, что, ой, вот здесь, мы видим, что каждый процесс принадлежит какому-нибудь пользователю. Ну, у меня их тут, а нет, их не только два, есть еще всякие системные службы, вот, которые представлены отдельным пользователем. Всякий процесс принадлежит какому-нибудь пользователю. У всех процессов различные идентификаторы, вот они. И вообще говоря, про каждый процесс известно, какой процесс его породил. То есть, вот если мы посмотрим в начало этой таблички, мы увидим, что третья колонка имеет название PPID, то есть ParentPID. Да, это идентификатор процесса, породившего данный процесс. Вот, мы можем даже посмотреть, кажется, вот так вот. Во. Ну, тут ступеньки не очень хорошо видны, сейчас я лучше вот так скажу. Вот. Давайте еще покороче сделаем. О, смотрите, вот тут с помощью волшебного аскеарта нарисовано, какой процесс какой породил. Во. Вот, например, когда я логинился в систему и говорил логин-пароль, запустился вот этот процесс, который называется LightDM, запущенный от суперпользователя, тут это не видно, но сейчас мы сделаем тогда минус E все-таки. Вот. Во. Вот этот процесс, который называется LightDM, который проверяет логин-пароль, запущенный от суперпользователя, запустил графический сервер и процесс LightDM, который обрабатывает, он, правда, тоже запущенный от суперпользователя, который обрабатывает конкретный сеанс работы пользователя меня. Дальше он для меня запустил целую сеанс графической подсистемы MATE, как видите, он состоит, этот сеанс запустил из-под себя какой-то сеттингс-демон, какие-то, значит, какие-то другие процессы, вот, в количестве. Время это сколько реального процесса но времени данный процесс съел. Большую часть процесс, как вы видите, спят. Большая часть из этих процессов не съела ни секунды. Больше всего, я думаю, сожрал как раз X-сервер. Давайте посмотрим. Целых 4 минуты, понимаете? 11 минут сожрал Авахи-демон. Авахи-демон это процесс, который ведают оповещениями сетевыми. Дескать, вот у меня тут такой-то сервис, открылся сякой-то сервис. Он, поскольку периодически сканирует окружающую среду, он, конечно, целых 11 секунд сожрал. Вот. Что-что? Так это же наш этот самый. Он сожрал те самые 20 минут, которые он пишет. Практически 100% процессного времени сожрал. Нет, конечно. Примерно в два раза меньше, да? Вот. Это программа, которая записывает видео. FMPEG. Вот. Поэтому она сожрала столько, конечно. Такие дела. значит, ща, погодите. Да. Парень, отцовский процесс. Значит, кто кого породил, и мы можем увидеть, что в графе P-PID у этого процесса будет как раз тот процесс, который он породил здесь в лесенке. Вот здесь какой-то SD-PAM, у него PID 1459, P-PID, parent PID 1457, и действительно 1457 его породил. Вот. Если у процесса нету отца, то есть отец умер, то всех усыновляет процесс номер один. Вот он. Он называется, он традиционно называется init, но в данной системе он называется систем D, по-моему. Вот он. А, вот нет, init. Вот. Всех усыновляет процесс один. Процесс два, который усыновляет вот таких штук, это на самом деле как раз и есть kernel thread, это и есть планировщик заданий внутри ядра, то есть ядерных каких-то тасков, которые хочется ставить в таблицу процесса, чтобы они планировались. Вот. Видите, тут даже целых 19 секунд съел обработчик Wi-Fi на ВРК. 19 секунд съел. Такие дела. Вот. Значит, что касается взаимоотношений родителей и детей, значит, если у процесса умер отец, то он считается орфант, то есть сиротой, и его усыновляет этот самый процесс номер один. Если наоборот, сейчас скажу, я забыл. А, еще и зомби. Зомби-то обратная ситуация. Зомби-то, когда... Что там? Сейчас, нет, дайте почитаем. Нет, сейчас мы почитаем про зомби, там хитро на самом деле. Зомби-то процесс, который думает, что он умер, но присутствует при этом в списке процессов по разным причинам. Например, он ждет, пока умрет его дети, или он застрял в системном вызове, или еще что-нибудь. То есть, в точности, как в реальном мире, зомби-то человек, который думал, что он умер. Я имею в виду не тех зомби, которые показывают в хоррорах, а настоящие в УДУ. Значит, как правило, наличие зомби в системе это плохая ситуация, потому что, ну, в общем, их быть не должно. Значит, как один процесс порождает другой? Для этого используется системный вызов экзек. Системный вызов экзек, опа, я неправильно сослался на него. а почему? Ну, ладно, неправильно так неправильно. Нет, давайте все-таки найдем, какой правильный. Он третий, да, потому что это не системный вызов, это большая-большая обертка вокруг системного вызова, который запускает процесс, и называется он экзек в Е, по-моему. Вот, значит, экзек. Как видите, экзеков на самом деле очень много разных. Они отличаются тем, при запуске процесса нужно ли искать в переменное окружение path нужный бинарник, который вы собираетесь запускать, или вы указываете бинарник явно. Нужно ли передавать ему параметры или не нужно. Нужно ли передавать ему, скажем, свои собственные переменные окружения, которых раньше не было, или он их прямо унаследует у запускающего процесса. Что происходит во время экзека? Во время экзека идентификатор процесса сохраняется. Этот PID будет тот же самый у вашего процесса, который вы экзекаете. Разумеется, код и все остальное вместо старого подгружается новый. Как в точности это сделано в операционной системе, я вам не скажу. Мне кажется, что порождается, вообще говоря, новый контекст процесса и просто с тем же PID, а старый при этом умерщвляется. Но врать не буду. Тем не менее, тот процесс, который вы экзекаете, наследует, то есть получает в наследство так называемое окружение того процесса, который его породил. Что такое окружение? Это все открытые файлы stdin, stdout, stdr и все остальные открытые файлы, которые вы открыли. И это переменные окружения, те самые, с помощью которых мы вообще настраиваем свое окружение, вот эти вот переменные окружения, все. Они все достаются в наследство порождаемому процессу, и если мы, скажем, поменяем переменные окружения внутри процесса и запустим новый, то новый процесс получит ее измененную. Вот. Такие дела. При этом старый процесс уничтожается. Мы экзеком запускаем один процесс вместо другого. Да. Значит, давайте разберем какой-нибудь попроще системный вызов, в смысле библиотечный вызов экзек, ну не знаю. А, вот видите, экзек ве, да, настоящий системный вызов называется экзек ве. Значит, ну видимо, видимо, про него и стоит поговорить, хотя мы с вами будем пользоваться с ним. Обратите внимание, что вам нужно указать полный путь к выполняемому бинарнику, то есть экзек ве не будет вас спрашивать, вы хотите там поискать в пути, вот это все, полный путь. Дальше. Полный список аргвы, который вы хотите передать. Обратите внимание, полный, это значит, что, допустим, если вы хотите запустить программу, то аргвы 0 будет имя этой программы, и стало быть, вот этот, ну понятно, да, то есть вот аргвы 0 будет то же самое, что вот этот, я вот хочу. И список переменных окружений, которые хотите передать вашей программе, если не хотите, не передавайте, но тогда его надо просто определить пустым. Более простой способ это использовать какой-нибудь экзек ве или экзек ве, когда вы просто говорите какое имя файла и какие параметры вы передаете, Вот. Отдельная тема это системный вызов экзек ль, мы, кстати, наверное, им будем пользоваться, когда вы все параметры запускаемой программы передаете прямо поштучно. Имя программы аргвы 0, аргвы 1, аргвы 2 и так дальше, и последний параметр 0, то бишь 0. Он, наверное, самый простой. Вы просто перечисляете все параметры командной строки, начиная с имени файла. Вот, наверное, это самая простая штука. Ее-то и будем запускать. Или экзек лп. Посмотрим. Вот. Значит, ничего суперсложного в этом экзеке нету. Прям совсем. Вот. Единственное, что я прошу вас запомнить, это вот эту строчку. что запущенный процесс наследует от запускаемого, запускающего, и все открытые файлы, сколько их там ни на есть, stdin, stdout, stdr, и все остальные, которые он пооткрывал, и все переменные окружения. Кстати, сказать, помните, я пытался объяснить на прошлой лекции, что такое клоэкзек. Это такой способ открытия файла, когда при экзеке он не передается, а закрывается. Вот вы открыли файл, потом сделали экзек, и в тот процесс, который вы заэкзекали, этот файл не передался, а вместо этого закрылся. Вот. Поэтому он клоэкзек. Обратите внимание на то, что после того, как вызываете вызов экзек, количество процессоров в системе не увеличивается. Процессор. Вы просто вместо одного запускаете другой. Соответственно, даже такая простая команда, как какая-нибудь вот LS, да, из шелла, вот то, что я сейчас сделал, невозможно сделать с помощью одного экзека. Нам нужно породить новый процесс, не останавливая старый, дождаться конца работы этого нового процесса, а потом продолжить работу старого. Эта операция в традиционных линук-системах не атомарная, состоит из двух кусков. И экзек это, естественно, второй кусок. Первый кусок называется форк. От слова форк вилка, ну или перекресток. Что такое форк? Форк это системный вызов. В действительности в современных линуксах системный вызов называется клоун, и там есть всякая тонкая настройка свойств порождаемого процесса, а форк это такая классика, когда вы просто целиком порождаете новый процесс, совсем-всем-всем новый. Системный вызов форк он порождает новый процесс с новым идентификатором, то есть у вас был один процесс, стало два. Этот новый идентификатор содержит все то же самое, это тот же самый процесс, который был, просто еще один такой же, они как бы раздвоились, склонировались. те же данные, такие же скопированные, тот же код, вот, код, кстати, скорее всего, не скопированный, один и тот же, потому что, помните, в МИПСе есть запрет на запись в секцию кода, поэтому копировать не обязательно, с ним ничего не произойдет, а вот данные все скопированы. И у вас вместо одного процесса получается два. У этих двух процессов разный один из них считается родительским, второй дочерним, то есть, те самые вот наши красивые картинки, где они тут, ну, где же, вот они, да, вот этот процесс, собственно, видимо, форкнулся и проразил вот этот процесс. Вот, значит, один из них считается дочерним, другой родитель, дочерним, все переменные окружения копируются, то есть, удваиваются, да, значит, вот у нас удваивается память и удваивается переменное окружение. Это значит, что если вы изменили переменное окружение в дочернем процессе, это никак не отразится на переменное окружение в родительском процессе. Вот, мы про этот, про эту ситуацию еще чуть-чуть поговорим, но далеко не сегодня. Вот, ну, просто надо запомнить, да, что они копируются. В принципе, при форке… А, нет, это, кстати, не отсюда, это в экзек надо было вставить, я ошибся. А вот открытые файлы, как и в случае экзека, наследуются. То есть вы запускаете процесс, форкаете его, получается два процесса, оба из которых имеют один и тот же стандартный ввод, один и тот же стандартный вывод и один и тот же стандартный вывод ошибок. И если там были какие-то другие открытые файлы, у каждого из них получается по копию буфера этого открытого файла, и они могут по очереди туда писать в разные места, что приводит к дичайшей жести, потому что они, в общем, забыли о том, что их двое. У них у каждого свой указатель на запись. Сначала один попишет, потом другой попишет, потом снова один, потом снова другой. И так это все вот друг поверх друга они и начнут. Так что не забывайте эти файлы закрывать, если вы не хотите, чтобы такое произошло. Вот. Как отличить дочерний процесс от родительского? Вот вы запустили форк в козе, этот форк случился, и у вас получилось два одинаковых совершенно процесса, совершенно одинаковых. Как они, чем они отличаются? Они отличаются тем, что в родительский процесс форк возвращает PID дочернего процесса, а в дочерний процесс форк возвращает 0. И вы проверяете просто PID, да. И вы просто проверяете, что он вам вернул. Если вам вернулся не 0, значит, это был родительский процесс. Вы все еще родительский процесс. Если вам вернулся 0, значит, вы дочерний процесс. На этом основании вы можете отличать одно от другого. Что происходит дальше? Вы, например, можете дальше в дочернем процессе сделать экзек. И тогда, собственно, получится ситуация, что один процесс запустил другой. То есть, например, вот здесь сделано ровно так. Когда я говорю LS, то мой родительский процесс, который является Shell, запускает дочерний процесс. То есть, сначала он форкается, получается два Shell. Потом один из этих Shell вместо себя запускает LS. Получается два процесса, один из них Shell, другой LS. В это время родительский процесс дожидается окончания дочернего. Вопросы? Точно нет? Ну, хорошо. Значит, что значит дожидается? Вызывает системный вызов Wait. Системный вызов Wait слегка сложноватый. Вот. Потому что он устроен немножко универсально. Смотрите. Допустим, ваш процесс запустил десяток других дочерних процессов. Вам нужно как-то проконтролировать ситуацию, что кто-то из них уже завершился. Универсальный инструмент. Вы вызываете вызов Wait. И этот Wait спит до тех пор, то есть, ваш процесс не работает. Он отправляется в спячку. Вот в таблице процессов он выглядит как S, sleeping. До тех пор, пока что-нибудь не случится с одним из дочерних процессов. Когда что-то случается с одним из дочерних процессов, системный вызов Wait заканчивает свою работу, ваш процесс просыпается. Сам Wait возвращает PID того процесса, с которым что-то случилось. А в специальном хранилище, целочисленном, в статус, который на самом деле просто одно целое число, приезжают всевозможные информации о том, что же с этим процессом случилось. В общем, это довольно хитрая штука, которая приезжает туда, поэтому пальцами туда лазить, наверное, не интересно. А для того, чтобы расшифровывать, что случилось с процессом, существует куча макросов, определенных, видимо, вот здесь вот, которые лезут в этот самый Wait статус. И могут оттуда вынуть, например, что Вив экзитит, это значит, что ребенок умер хорошо и правильно. Вот, да, или ребенок умер неправильно, возрастил после себя ненулевой статус возврата, экзит, статус вашего процесса был равен ненулю, и это значит, что что-то, ну, как бы, ну, код ошибки вернул, короче. Или умер, потому что ему пришел убийственный сигнал, который он не смог обработать. Ну, и так дальше, и так дальше. Ничего плохого нету, это, ну, как бы, они так, это жизнь. Процессы рождаются, процессы умирают. Никто не может жить вечно, ну, тем более процессы. Знаете, сколько процессов вы убиваете, работая за компьютером? Вот, да, значит, такие дела. В принципе, там есть всякие другие функции, например, wait-pid, которые можно попытаться дождаться конкретного процесса и узнать все про него. Ну, в общем, нам они, я думаю, не понадобятся. Теперь немножко более практических разговоров, чуточку больше внимания, потому что это то, чем мы будем делать сегодня на практике, и было бы неплохо, чтобы к тому моменту, как вы начали это делать, вы хотя бы понимали, что вы делаете. Как с помощью всей вот этой чехарды, описанной мной только что, а именно с помощью манипуляции файловыми дескрипторами и с помощью форков и экземов. Имитировать такую простую вещь в шелле, как перенаправление вывода. Ну, мы об этом только что говорили, давайте я еще раз повторю. Если вы хотите, чтобы ваша программа запустила другую программу и перенаправила вывод этой программы в файл, вам нужно сделать следующую вещь. Первое. Вам нужно отфоркаться. Получается две одинаковых ваших программы. Второе. Вам нужно закрыть стандартный вывод у дочернего процесса. Если после этого вы с помощью системного вызова open откроете какой-либо файл, дескриптор этого файла будет равен первому свободному дескриптору, то есть, поскольку вы закрыли один, одному. Такой вот трюк. После того, как ваш дочерний процесс закроет дескриптор один и откроет какой-то новый файл, у этого файла дескриптор будет один. Если вы после этого экзекните вашу команду, она унаследует от вашего чайлда все открытые файлы, то бишь, дескрипторы 0, 1 и 2, и у него внезапно дескриптор номер один будет указывать в открытый вами файл. Вот ровно так, как я показывал в начале лекции в примере с катом. Вот ровно это мы будем делать на практике. Вопросы? Да, а потом в это время родительский процесс ждет завершения этого самого дочернего, понятно, с помощью вейта. Вопросы? Гнетущее непонимание исходит из некоторых точек в этом зале. Что непонятно? Так, что непонятно в экзеке? Давайте вернемся к этому. Я немного не понимаю, что это само по себе. Это запустить вместо одного процесса другой из файла. Это в операционной системе. Ну, это сишная функция, поэтому в си это точно так же, да? Но это системный вызов, это свойство операционной системы. Эта операционная система для вас запускает процесс вместо одного другой. Да, она его запускает из файла. Ну, то есть вот запускает программу так, как мы это делали всегда в шелле. Собственно, шелл ровно это и делал, он делал экзек. На самом деле он даже делал ровно это. Он делал форк, получалось два шелла. Один из этих шеллов делал экзек, а второй его выетил. И когда он его доветил, он говорит, все, программа закончена. Вот, например. Что я запустил? Он взял утилиту слив. Она в течение пяти секунд ничего не делает. В течение этих же пяти секунд шелл ждет, пока тот процесс закончится. Закончился, он прошел дальше работать. Еще вопросы? Пощупим это руками, я думаю, будет более понятно. Обратная штука. Перенаправление ввода. Догадайтесь с одного раза, какой процесс перенаправления ввода. Продиктуйте мне. Вау. Перенаправление ввода, а что это, что перенаправление ввода? Ну, мы пользовались и мы уже... Да. Вот, смотрите, для перенаправления вывода тут расписан порядок действий. Продиктуйте мне порядок действий для перенаправления ввода, пожалуйста. Не совсем. Мне кажется, там в файле... Нет, конечно. Пункт номер один. Форк. Пункт номер два. Закрыть тдин. Да. И открыть файл на... На чтение. Потому что это был файл на запись. Да. Дальше. Экзекьют и дальше ждать. Да, совершенно справедливо. Прежде чем мы перейдем к самой интересной вишенке, которая, как видите, в несколько раз длиннее, которая в шеле выглядит как совершенно невинное объединение, переключение ввода одной программы на вывод другой, я расскажу еще об одной штуке, которая называется дуб. Значит, что такое дуб? Дуб это штука, которая говорит в системе, вот у тебя есть один дескриптор, сделай мне два с разными номерами, разными областями работы с файлом и одним и тем же файлом. Просто удвой его. Это очень простая функция, которая из одного дескриптора делает два. Она, собственно, возвращает второй номер. При этом она следует тому же, той же дисциплине, что и open. Если у нас был свободный дескриптор, не занятый, какой-то номер, вот этот номер-то дуб и получит. Если вы хотите другой, вы можете использовать дуб 2, но это уже такое, к нашему случаю не относится. Еще раз. У нас есть дескриптор, с помощью которого мы работаем с файлом. И мы говорим в операционной системе, что я теперь хочу два таких, которые работают с одним и тем же файлом, но у которых они независимы. Мы можем поработать с одним, даже закрыть его можем, а потом поработать с другим и тоже его закрыть. А будет один и тот же файл, ну и будет та же фигня, как в случае процессов, которые работают с одним и тем же файлом, пишут туда по очереди. Вот. Вот этот трюк с дупом используется для реализации вот этой вот невинной простой вещи. Внимание на экран. Сначала мы создаем пайп. Вот тот самый неименованный с помощью системного вызова пайпа. Тем самым у нас образуется канал, у которого есть сторона чтения и сторона на запись. Наша задача запустить два процесса, чтобы у одного stdout был на запись в этот канал, а у другого stdn на чтение из этого канала. Мы делаем первый форк. мы закрываем stdout и делаем дуп на писательную сторону нашего канала. Это нужно для того, чтобы у меня stdout, то есть дескриптор один, оказался равным открытому пайпу. Мы другим способом не можем сказать нашему чайлу, что у тебя дорогой stdout – это канал. Мы просто дуплицируем writable part, как это по-русски, писательную часть. Ну, короче, ту часть канала, в которую мы пишем. И поскольку мы только что закрыли stdout, она получает дескриптор один. В результате у нашего процесса дескриптор ноль – это stdn, дескриптор один – это наш канал, дескриптор два – это stdr. На всякий случай мы закрываем вторую часть канала, мало ли что, чтобы запущенная нами команда не выпендривалась. Вот. И запускаем нашу команду. При этом наша команда получает в качестве stdout экран, клавиатуру, монитор. Типа, господи, терминал, все перебрал. В качестве stdout получает вход канала, то есть ту часть канала, которая на запись. Вот. И отлично работает. После этого отец еще раз хворкается, чтобы можно было запустить второй процесс. И этому второму процессу закрывается stdn, дуплицируется входная часть канала, чтобы stdn, дескриптор ноль, теперь у нас указывал на ту часть канала, из которой можно читать. В получившейся ситуации у нас процесс читает из канала, пишет на стандартный вывод. Ну, на всякий случай закрываем другую часть канала, чтобы наш ребеночек туда что-нибудь не пописал, не помешал первому ребеночку. Запускаем этого ребеночка с помощью экзек. Ну и дальше ждем, пока они оба закончат свою работу. Вот такой механизм. Давайте вопросы по нему, потому что он несложный, но, как это, не короткий. Как видите, пункты 1 и пункт 2 на самом деле воспроизводят то, что мы видели для перенаправления ввода, перенаправления вывода в файл, за исключением того, что мы используем для этого две части канала и на всякий случай закрываем ту часть, которая не нужна. Обратите внимание, что поскольку в этой схеме участвуют три процесса, то тот факт, что мы закрываем вот здесь половинку канала на чтение, отражается только на этом процессе, ну и на том, который мы экзекаем из него. Тот факт, что мы здесь закрыли riddle bull part, не означает, что для этого процесса он закрылся. Разумеется, нет. У него своя копия той системной части, которая работает с каналом, и там все, естественно, пока он сам не закроет, ничего не случится. Такие дела. Вот мы постараемся за практику написать все это на C, и вы оцените, насколько на Shell это проще и понятнее. Попробуйте как-нибудь. Это интересный вопрос. Смотрите, как это устроено. Поскольку у вас при дупе образуются две области, работающие с файлом, у каждой есть свой собственный указатель текущего места записи. Помните вот этот вот SIG, да? И он апдейтается тогда, когда вы туда пишете. Соответственно, если у вас два, то вы будете по очереди писать и по очереди лепить. Кто последний запишет, от того и останутся следы. Такие дела. Поэтому это следует избегать. Именно поэтому на всякий случай, видите, это не обязательно сделать. Если мы точно знаем, что у нас Child ничего не будет туда писать, то можно и не закрывать. Ну мало ли что. Такие дела. Значит, у нас осталось 8 минут, да? Очень хорошо. Эти 8 минут я потрачу на те самые вещи, которые я пропустил. Значит, вещь номер один. То, о чем мы совершенно не говорили, и возможно стоит рассказать отдельно, но я это планировал сделать в четвертом модуле, потому что это относится конкретно к Linux, а именно стандарт на то, как называются каталоги в файловой системе. Этот стандарт, он называется File System Hierarchy Standard. У него несколько редакций вышло уже много. Он достаточно старый. Достаточно старый, я бы сказал, такой изрядно старый, некто из здесь присутствующих. Да. Не так давно родились в это время. Вот. Значит, в какой-то момент все решили, что больше его развивать не надо, иначе он будет очень сложный, никому будет неинтересно. Вот. Ой, нет, не хочу текст. Хочу вот такое. И здесь описано, для чего используются всякие каталоги, имеющиеся в нашей операционной системе, которые похожи на Linux, но не только Linux. Это и системы в семействе BSD, отчасти и в Mac OSI такая же картина, вот, и в Linux'ах во всех такая же картина, и так дальше. Вот. Каждый из этих каталогов используется только по своему назначению. Например, бинарники у нас лежат только в четырех каталогах. Ну, может быть, чуть больше, если у вас используются еще ваши собственные бинарники. Да. И мы даже знаем эти каталоги, мы на этот дело даже смотрели. Вот они. Значит, USBIN, 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 USBIN. Вот. И BIN где-то тут был. А остальное, это опционально. Вот эти все, вот, local bin, это все такое. Вот. И то же самое относится к разным другим каталогам. Библиотеки лежат у нас в каталоге slash.lib или usr.lib. Вот. Какие-нибудь тексты и вообще не бинарники лежат в каталоге usr.share. Причем документация лежит в каталоге usr.share.dog. Да. Какие-нибудь include-ники сишные лежат в usr.include. И так дальше, и так дальше, и так дальше. Мы. Да. Значит, какие-нибудь файлы, которые имеют свойство расти и вообще изменяться со временем работы операционной системы, лежат в каталоге var, например, журналы лежат в var.log, да, какой-нибудь кэши в var.cash, ну и так дальше. В общем, пока что с нас, наверное, хватит этого знания, чтобы мы понимали, что не просто так. Я не догадался, что бинарник лежит там в usr.bini, да, а знал это, потому что не так уж много мест, где бинарники могут лежать. Я не догадался, что библиотека лежит в usr.lib.64, а знал это, потому что у нас 64-разрядная архитектура, и библиотека лежит там. Или в случае мипса в usr.lib, потому что мипс у нас, ядро там 60-разрядное, а юзерспейс в 32-разрядное. Ну, конкретно тот мипс, на котором мы работаем. Вот, это стандарт. Про виртуальные файлы системы мы уже знаем. Могу сказать только, что их на самом деле очень много. Вот, помимо виртуальной файлы системы PROC, еще есть, например, SIS, где представлена архитектура нашей системы в виде дерева под каталогов, которые упираются в какие-нибудь драйверы, еще куда-нибудь. Вот, то есть это как бы аппаратное представление системы. Ну, вот, например, не знаю, там, E915, это явно графическая карта. И у него есть даже, например, можно управлять питанием, это как бы power, да, там, подсветка, еще что-то, не знаю. В общем, это штука, которую используют для того, чтобы получить информацию об аппаратной составляющей операционной системы. Еще есть, по-моему, а, ну и DEV, конечно. Нет, не просто slash DEV, просто slash DEV. Там тоже всякое интересное. Вот, в принципе, вы можете сказать mount и увидеть, какое огромное количество виртуальных файлов систем смортированы на современных Linux. На несовременных их будет реально меньше, потому что, видите, тут довольно много виртуальных файлов систем под названием C-Group. Это специальное представление в виде файлового пространства, похожее на slash-prons, которое нужно для управления целыми группами процессов. Не будем про это говорить сейчас. Вот. Как из этого безобразия выделить то, что смонтировано, ну, реальные диски? Например, с помощью программы LSBLK мы можем посмотреть, какие у нас есть блочные устройства. Вот это все. То есть у меня на самом деле на этом компьютере ровно один диск, он называется SDA. Почему SD, не спрашивайте, Legacy? Вообще-то расшифровывается как скайзи-драйв, но он никакой не скайзи. Это, если не ошибаюсь, сериалота. Вот. И у него шесть разделов, которые вот так используются в нашей системе. Вот. Соответственно, если мы скажем mount, греб, это самое SD, мы увидим, куда смонтирован каждый из разделов. Значит, корневой раздел, то есть то, откуда все дерево файлов системы растет, это SDA5. В подкаталоге SDA3 содержим, MNT SDA3, к нему примонтировано содержимое устройства, лежащего DEF SDA3 раздела, ну и так дальше. Мы помним, что в Linux все файловые системы, все пространство файловой системы начинается с корня. Все, что вы можете достичь, да, там нету номера имени диска, вот этого всего, все начинается с корня. Для того, чтобы все начиналось с корня, надо примонтировать разные файловые системы в одно. Вот. Сейчас я покажу, как это делается. Да, кстати, есть системный вызов mount. Это вы можете сделать программу. Но другое дело, что mount обычно запрещен обычному пользователю и разрешен только суперпользователю. Вот. Потому что это опасная, опасная команда. Да, вот. Смотрите. Вот LSBLK на нашем сугоне. У него два диска SDA и SDB. Как нам показывает картинка, SDA, из него использован только второй раздел, на нем располагается SWOP. А SDA1 и SDA3 не смонтированы вообще. Вот. Мы даже можем сказать FDISC-L, ну скажем, DEF SDA. Это программа, которая покажет геометрию нашего диска, а именно, где начинается раздел, где заканчивается раздел. Одна минута осталась. Ну вот сейчас успеем. Одна минута осталась. Вот разделы. И что эти разделы имеют... Первый имеет тип Linux, второй имеет тип Linux SWOP, то есть область подкачки, и он у нас используется, как мы видим. Вот. А третий имеет тип тоже Linux. Давайте мы его смонтируем. Mount, DEF SDA1, MNT, ну MNT-диск, например. Что у нас там лежит? Там лежит тоже какой-то Linux. Linux там лежит. Вот что. Там лежит вот этот самый дистрибутив китайского Linux, который запускается на сугонах. Просто он не используется. Я когда-то ставил его, чтобы проверить, как оно работает. Вот. Если сказать вот так, умount, то внезапно там ничего не остается. Вот, собственно, и все. При старте операционной системы, вот это вот дерево каталогов, которое вы видите, это просто результат в нужное время сделанных маунтов. Вот и все. Вот. На этот счет вопрос, пожалуйста. Я, кажется, все сказал? LSBLK, FDisk, все сказал, да. Вот. Mount и умount — это системные вызовы. Это же, естественно, утилиты. Вообще очень много утилит воспроизводят функционали системных вызовов. Как правило, они доступны только mount и умount, только суперпользователю. Или, или, мы об этом будем говорить в конце четвертого модуля, ваше пользовательское окружение может за вас монтировать. Вы воткнули флешку, и там пошло, значит, по прикладной шине данных пошел сигнал, флешку воткнули, флешку воткнули, что делать? Ну, например, смонтируем. Давайте смонтируем. Смонтируют, и вам вылезает сообщение. Ваша флешка смонтирована, она видна вон там. Но, опять-таки, это делаете не вы, это делают системные службы. Ну, а в данном случае никто никому никакие сообщения не присылал. Я, как суперпользователь, смонтировал сначала, посмотрел, что там лежит в этом дереве каталогов, и размонтировал. Теперь там ничего не лежит. Видите? Раз, два, три. Вот это пока что все, что мы хотим знать про маунт. Потом, может быть, больше расскажем. Так, а про статы я не успел рассказать. Ну и ладно. Все, у нас закончилось время. Продолжение следует.